что моя девочка моя помощничка будем смотреть что купили да уж помогать давай давай так так что купили купила перчики что такое да я одну грохнула еще одна мухи эти задолбали просто у нас у нас все лето мух не было а вот у меня там есть перчики такие но они дело ровненьких на фаршировать хочу фаршированных тестов и фаршик взяла фаршик 330 что не перцы по 70 вот а свои перчики они там уже такие вот есть вот порежу заморожу так что еще купили купили а это магнит вот капусточку взяла на щель пошуршу чуть-чуть тихонько это лишь взял себе прянички пряники рулет наш ребята вот этот который я делала меринговый его невыгодно делать он так быстро съедается что просто вот на один зубок потому что он такой легкий такой вот просто вы знаете вот съел кусочек да и не заметил не заметил как быстро его съел и не заметил что ты его проглотил желудке легко легко и пусто ну потому что там ни грамма муки нет вот лёшику очень понравился нам предложили вот на этом печку за 59 рублей по моему по этому качеку знаете вот это вот по вот этому скидка тут еще на что-то скидка средство обезжиривающее grass azelite 125 сегодня или завтра у меня есть обезжиривающее мне пока не надо это чек в общем гречка нам получилось гречка 59 рублей цена ее 170 169 99 а мы ее купили за 59 рублей прикиньте вот это удача но всего одну всего одну был у продавщицы был вот такой вот купончик на скидку видите молодцы какие они собирают их вот чеки оставляют же они собирают чеки а потом людям вот пробивают предлагает вот вот да молодцы это в магните так что еще а я же вам показывала я купила себе две вкусняшки с кокосом обожаю с кокосом люблю кокос вообще обожаю просто кокос вкус пломбир с тропическими фруктами а здесь кокос и ананас десерт творожный ну балую себя иногда очень редко очень редко вот такими творожками я их очень люблю обожаю лёшик тоже как-то раз подсел вот на них мы покупали тоже ел по утрам очень вкусно можно и свой творожок делать вот творожный сыр да ну молочко у нас как-то уходит сейчас молочко я собираю сливки с молока оставляю его оно прокисает и лёшик пьет простоквашей я бывает тоже вот так вот простоквашей ну попью ну как-то молоко уходит вот ну хорошо замечательно пряника набрали лёшик взял лёшик взял сначала два пряника говорю а что тебе два пряника если они вот сел за раз половина в день один пряник уходит у него даже больше потому что утром надо в обед и вечером утром он с кофе пьет да или ты утром не ешь сладенькое ешь да лёшик утром ты ешь пряник ну иногда бывает бывает ест бывает не ест вот бутербродик съест бывает бутерброд это обязательно вот сладенькая уже так а вот в обед и вечером да с простоквашей или с молочком так маслица взяла вот это вот крестьянское 72 процента вот это такое как я беру в пятерке вот это пятерочная а это магнитовская вот такое вот оно такое же недорогое магните все какие-то магнитики там еще так значит что масло у нас по восемьдесят девять тридцать девять вот сегодня скидки нет или есть на пряники скидки ладно так масло восемьдесят девять тридцать девять масло масло пряник тульский сорок рублей пряники девяносто два шестьдесят девять это со скидкой а так сто сто три рубля вот одна штука полкило чудо творожок сорок семь рублей по скидке по желтому ценнику вот пряник гречка пятьдесят девять гречка пятьдесят девять а это должны были дать это а его нету вот это какой-то детям что дают знаете что то я его не нашла ну ладно так это то что в магнике а теперь что на рынке что у нас на рынке вот это заказала на валдерисе уксус винный красный 6 процентный зачем для перца но он такой же как яблочный вот но у меня нет яблочного нет у меня яблочного ну это как скисшее вино знаете болтается этот камер это для этого пойдет перцы перцы буду закрывать острые перцы меня там просили показать обязательно покажу это может быть завтра завтра надо будет это все сделать 30 0 6 23 свежий что еще еще купила себе кусочек сала сало блин дорогое 650 рублей с чего такое дорогое я не знаю почему такое дорогое сало мясо 300 400 рублей а сало 600 капец я не знаю у нас так маке всегда стало было дешевле даже намного дешевле сало было не знаю как сейчас взяла такой кусочек немножко вот побалово побалово и знаете что набрала набрала этих деток а вот еще лук взяла вот этот озимый а уже забыла какой сорт вот ну и ладно может в следующий раз посмотрю да и все равно не запомню взяла луковички вот такие деток тюльпанов вот я показывала мужчина вот рассказал мне как их в ящики посадить сначала сначала в ящики пока они вырастут вот до весны весной цветочки срезать вот а потом уже пересадить куда там надо вот луковички такие по 10 рублей вот это вот вот они вот такие вот ну им надо еще подрасти детки а вот эти вот малыши вот это вот стакан 100 рублей ну тоже мы их посадим тоже в ящик да вот как-то так все потому что ну тюльпанов у меня очень-очень мало а хочется весной хочется цветов так все все белорусов взяли творог такой вот 5% 120 рублей 139-процентную ну я не стала 9-процентную брать взяла 5-процентную вот и сметанка сметанка подорожала на 5 рублей сметанка теперь 115 рублей была 110 20-процентная 2 сметанки это то что мы взяли у белорусов в белорусском магазине вот и что здесь и здесь все и здесь все и здесь все это Лешик безобразие себе набрал вот что еще на рынке мне больше ничего не купили смотрела тапки себе потому что вот эти мои тапки они ну сносились сносились протоптались уже я их и стельками подклеивала стельки тоже стаптываются и решила я их больше такие не покупать потому что они слишком дорого и слишком быстро стаптываются на такой вот на есть там на такой резиновой подошве как бы вот какая то такая вот которая не стирается но я не хочу они будут греметь по полу в этих вот войлочных прям так вот скользишь знаете вот прям так хорошо они легкие их на ноге не слышно но я нашла себе там такие искусственные и подшиты войлоком 450 рублей всего стоят тепленькие тоже вот но не было моего размера вот нам пообещали привезти пообещали привезти но это уже поедем что-то нам еще там пообещали а препарат которым надо обработать этим тюльпаны препарат максим в максим и как то вот я опять забыла ну ладно я спрашивала его нет вот максим нам пообещали привезти на следующей неделе вот думаешь что же я вот я купила семена купила семена еще кое-какие дрова я взяла и для себя и для брата у меня занимается вот этим всем они любят сажать вот это вот помидоры перцы огурцы вот я решила взять помидоры огурцы потом возьму возьму для них вот тоже Машу и Герман в общем посмотрите какие томаты дрова дрова кто-то мне написал там очень классные забыла про них подошла женщина говорит а дрова привезли она говорит да привезли ой я вспомнила что им не дрова а они такие вот вот такой вот интересной формы видите ой опять скажут что это реклама господи ты боже почему опять не опять я же просто покупаю что я купила вот и томат вот не забот не хлопот посадил и забыл это все о нем но результат превзойдет все ожидания вот мне посоветовали да вот такой вот не забот не хлопот и интуиция интуицию мне Ирочка посоветовала интуиция говорит классные помидорчики такие вот маленькие опять наберу вот каждый год я хочу знаете посадить помидоры чтобы у меня было вот 2-3 сорта все больше ничего никаких опять набрала вот дрова не забот не хлопот и интуиция вот такие вот кистевой высокорослый такие вот и тыкву какую я тыкву купила ребята ой вы такой наверное еще не видели это мне посоветовала это продавец говорит я в этом году сажала вот она именно такая и выросла экзотическая с необыкновенно нежным вкусом идеально для тыквенных супов вот такая розовый банан вы такую видели я первый раз вижу розовый банан вот розовый банан потом взяла амазонка вот массой до полтора килограмма и она порционная она кустовая вот видите вот так она вот растет как вот эта моя была куст не разрастается а вот их сколько тут три штучки да и вот она вот так вот прямо в самом этом самом кусту полукустистая короткоплетистая с многочисленными плодами ну хорошо если будут многочисленные плоды пускай будут вот посажу что-то мне захотелось насажать много тыквы я написала что грядку выделю под тыкву а мне пишут кто-то написал зачем вам выделять грядку она и так растет у вас только место вот и правда можно ее посадить по полю вот так правда косить потом будет неудобно вот ну посмотрим самый сладкий ароматный сорт плоды плоды хранятся до полугода но это не так и много тыква крупноплотная цукат раннеспелая а ну это раннеспелая она и хранится поэтому вот ну красивая да такая прям вот тыквы набрала как будто у меня гектар огорода ну ладно это раннеспелый а это тоже скороспелый а это среднеспелый ну и хорошо а сколько хранится это это долго хранится сейчас я найду потом скажу если тут написано ну здесь написано просто что плоды отлично хранятся ну хорошо но но достигают массой 18 килограммов прикиньте ну это если там земля такая навозная прям надо попробовать посадить на компостной куче вот да плоды длиной 50 сантиметров а и обычная масса 4-4,5 килограмма а при хорошем уходе достигают веса 18 килограмм вот что я вам рассказала не ну может кому-то пригодится вот у меня спрашивали вот про такой вот кустистый вот тыква амазонка вот она такая это вот обычная цукат но очень сладкая и розовый банан вот вот такие три тыквы вот вот это вот все что я накупила все и там ну вы видели да купила этот красивую хризантенку красивая прям такая хризантенка 200 рублей но она в этом в этом стаканчике была он прям вытащил при мне с этого стаканчика и переложил в этот пакет но осталось только посадите все на там и вечерочком тогда с Лешиком выйдем посадим вот вот так вот и все вот так вот мы съездили съездили прогулялись по рынку прохромали вот я заехала постриглась вот прошлись прогулялись потом уже хотели ехать домой уже даже ехали домой Наташа позвонила говорит а вы что вы где вы же говорили заедете а ну-ка давайте заезжайте быстро ну развернулись заехали вот развернулись Света как раз заехала волгоградская наша вот Сережа уехал к детям вот она на велике заехала так мы посидели чай кубок пили ну вот так вот пообщались немножко пригласили завтра нас на обед завтра поедем на обед Наташа говорит давно уже собирались приезжайте к нам на обед вот завтра соберемся на обед ну и ладно говорит ничего готовить не надо ничего не вези ничего не готовь говорю ну тогда приготовлю купаты а ну если купаты то да говорит я люблю купаты а я знаю что она любит купаты вот так что завтра будем готовить купаты вот на два часа поедем сделаю купаты посмотрю с чем с творогом она говорит ну есть творожок творог с зеленью можно сделать вот 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 с картошечкой вкусно вот вот я вчера ребята я вчера расстроилась ну поболтаю с вам немножко расстроилась с этой ногой вчера вечером очень болела нога вот сегодня с утра получше ничего пройдет и вчера даже улеглась спать еще десяти не было пораньше и раньше и уснула обычно как-то я ложусь спать вот даже если я лягу раньше я уснуть не могу как-то мне там кто-то наташа по моему присылала мне картинку такую смешную что если я раньше получается раньше уснуть то я от счастья от того что есть возможность уснуть раньше от счастья уснуть не могу до часу ночи у меня тоже так всегда а вчера прям так вот пораньше уснула и сегодня вы знаете я проснулась в семь часов лежит меня разбудил и я проснулась и как-то вот себя так хорошо чувствовала прям чувствую что я выспалась вот надо ложиться пораньше спать надо быстренько вот быстро-быстро так управиться со всеми делами и спать на самом деле и чувствую себя так сегодня вот прям хорошо бодренько бодренько выспавшиеся и да ну все равно зеваю вот это творожок купила надо налепить вареников прям вот я не буду его прятать в морозилку я его оставлю и вот сделаю завтра купаты и хоть немножко вареников налепить юрику на завтрак потому что в этот раз я не смогла не получилось у меня не успела налепить ему вареников не но он конечно голодный не остался вот то это то 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 я ему купаты тоже делала кутабы кутабы вот то он ел пюрешку юрик завтракает не рано но плотненько любит позавтракать вот такой вот уже между завтраком и обедом и завтракает так вот плотненько мама моя всегда готовила ему но не всегда а часто очень готовила пюрешку на завтрак ну обычно вот выходной день когда в школу идти не надо кто-то написал там когда-то в комментариях какие у вас дети хорошие кто-то написал а что вы хотите же бабушка воспитывала какая бабушка воспитывала я уехала и лоне было девять лет она уже была воспитана и считаю а хлопцем моим было юрику сколько я не хочу считать подсчитывать но юрик с восемьдесят шестого года это сколько 15 лет ему было 15 лет когда я уехала а кто их воспитывал вот кто воспитывал а старшему было и того больше но старший жил не с бабушкой старший жил тогда у папы он учился его тогда в армию забрали до в армию забрали оттуда потому что он там учился я отправила закончил 10 классов и я ему сказала сынок ехать к папе поступает там куда там куда как куда поступать в училище поступил вот пошел учиться там поступать то не надо пошел учиться на телемастера выучился на телемастера телевизоры эти уже все в прошлом учился говорю ехать папе мне будет хоть немножко легче потому что трое детей я их сама считать тащила было очень тяжело конечно мы с мамой их тащили как могли и отправила папе а юрик жил с мамой до 15 лет ему было когда я уехала ну кто воспитывает до 15 кто воспитывает ладно ладно меня это принципе то не трогает просто вот в общем все вот так вот и показала что купили и поболтали ладненько дорогие мои все буду убирать да будем обедать обедать и отдыхать сейчас займу горизонтальное положение положу нож ножку до вытяну наделала себе до хлопот ну что зацепилась нога не поднялась высоко топтались топтались ходили по лесу устала уже вот уже все выходили из леса все выходили вот к машине выходили и все замок а зацепилась за ветку все и полетела да ладно главное что упала на мягкая при я прям почувствовала как колено вошло в землю ну там лесу земля мягкая ничего страшного сейчас разойдется немножко конечно стресс для нее вот ну разойдется разойдется уже сегодня утром получше чем вчера вечер ну давай уносим уносим вот это уксус я потом напишу сколько стоит вот здесь не помню ребята сколько стоит литр литр виноградного уксуса завтра может сделаем перчики надо сделать потому что они сохнут вот завтра сделаем что там алешенька муха опять капец вот только с окон уберем их опять там полно а лешик особенно вот когда бьет их вот муха упала на окно она там и лежит и там только уберешь смотришь на другой день там опять вот их полно откуда лезут откуда во все щели лезут так все хорошо болтать дальше на это туда ой а вот еще тут и гляньку перец и душистый 20 рублей так а а а и а и а и и и и и и и